доброго времени суток всем с вами лариса и дилетанты на ликийской тропе в этом видео великолепные морские пейзажи причудливые каменные чудовища и животные покатушки в прямом и переносном смысле а также бомбические смешные истории а пока мы едем в сторону такирова мимо нового строящегося туннеля это видео я разбила на две части как всегда мы вышли просто полюбоваться морскими пейзажами немного не доехать до входа в отель нирвана dolce vita мы вышли из машины и где-то километра три шли по дороге до бухты клеопатры причем здесь присутствует явно какие-то магнитные аномалии не зря же недалеко находится бухта металла модель кую потому что и в этот раз а мы здесь не впервые не только у меня путь к бухте стирается напрочь из памяти и у меня даже нет ни одной фотографии по пути к бухте и это ты осознаешь только на обратном пути покатавшись как и в прошлый раз на качельках мы вышли на тропу и медленно стали подниматься вверх а тропинка идет не только как бы очень гладко и хорошо вдоль моря но приходит пробираться и через такие вот заросли колючие и вот оно первое на нашем пути морское каменное чудовище вот такой крокодильчик я его вижу второй раз уже 2020 году ходили и девочки явно хотят его оседлать сегодня мы пройдемся по хребту этого змей горыныча дракона либо крокодила и дойдем до его второй части и вот дойдя до хребта этого чудовища перед нами открывается вид на вторую бухту мы уже оседлали это морское чудовище и по его загривки пробираемся к его голове шикарные виды не правда ли токталы токталы отсюда видно вот мы прошли третью часть и дальше будет подъем на вторую часть чудовище а с той стороны бухты на краю мыса есть вот такой камень булыжник и мы к нему подойдем сегодня а это голова головушка кого он вам напоминает напишите в комментариях мне интересно и как же я могу пройти мимо цветочков тем более скоро уже скоро будет весна конец января январь холодный в этом году ветреный дождливый но скоро уже будет тепло мы ждем а чтобы пройти к той бухте надо подняться и снова спуститься здесь вы как понимаете никаких уже лекийских тропочек нет здесь мы уже идем просто уже по наития сначала подъем теперь спуск мы легких путей не ищем вот здесь мы спускаемся и какая здесь пещерка ого ничего себе какой гротик девочки прошли не стали его смотреть а мне интересно ничего обычного и более-менее чистенькая без бутылок вот головы дракона поднялись спустились и опять поднялись села посидеть отдохнуть очень красивая бухта но внизу к сожалению вон там много много пластика не стану им портить красивую картинку вы нужно отдельно идет наш сусанин сусанин номер два палочку нашла все как обычно палочки в моем багажнике прибавляются и здесь как и в бухте адрасан многое активно встретили и я собрала с килограмм еще различных ракушек пыли и рапана но это еще живые улитки а этого мне что нет напоминает это не бетон это камень закаменелая стопа неандертальца так начинается мастер-класс смотрим все правила как надо забираться на скалы так это ксюша которая у нас буквально полтора года назад боялась полтора метра высоты полтора метра все понятно а теперь штурмует горы адрасан и тюньек т.п. ксюша с высоты разглядела хорошенькое местечко где мы присели перекусили позавтракали и наметили что вон тот камушек нам надо посетить и на этом заканчивается первая часть моего рассказа а а а а чтобы пробраться на мыс надо пройти вот через такие булыжники и камни с правой стороны достаточно крутой обрыв и поросший каким-то можжевельником либо деревьями которые очень колючие и просто непроходимые но зато здесь очень-очень красиво вдоль берега идти и в этих камнях можно рассматривать причудливые фигурки всевозможных животных и 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 вот этот камень вот сейчас бы я сказала что это рыба иногда кажется мне зайцем иногда верблюдом либо собакой ну очень интересно а это как ежик девочки опять стоят под этими камнями я не знаю как у них хватает смелости но я не выдержала я просто поползла вверх разглядывать этот прочудливый камень можно с разных сторон и придумывать разные ассоциации но посмотрите как он непрочно держится разве это не зайчик девочки нафотографировались и потихонечку поползли ко мне вверх но еще как то по камням потому что с того места где я стою начинается просто почти ответственное состояние скала покрытая влажные мокрые после дождя землей практически без сучков и травинок и зачем мы туда поползли время было уже возвращаться домой и можно было спокойно вернуться по проторенным тропинкам нет но зато полюбовались таким прекрасным видом а впереди то на что ждет мы еще не догадывались и разве это не змей горыноч а это не голова верблюда и вот оно началось ну я то оттуда пришла за камешки держись там так очковато ну там так очковато ну там так очковато ну давай ты меньше всех боишься можно покурить Ксюша уже спина устала ножки болят весь день дуление это плянское стой подожди вот там взят а вон там корешки есть по ним проще будет и 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 спускайся я все-таки подскользнулась и как на саночках прокатила Надя результат сегодняшнего похода подожди лариса раз два ну тут вообще прострел три тут уже зашито старые подвиги четыре ну-ка разворот как сексуально ну вот и на такой веселой ноте я и заканчиваю свой рассказ всего вам доброго до новых встреч до свидания спасибо за просмотр